Ну что, ребят, последний бой он трудный самый. В принципе, вариантов уже нет. Либо Вега проходит, либо Вега уезжает домой побитая и униженная. Я думаю, что шансы все есть у коллектива Вега Сквадрон. Но то, чтобы наказать MVP Phoenix, додавят, не додавят, это уже совсем другой вопрос. Тут надо как-то характер проявлять, что ли. Но других вариантов, в принципе, нет. Я понимаю прекрасно, что это я хочу здесь спать. У меня тут якобы нервы, переживания. Десятый час стримлю. Команда Вега Сквадрон тоже играет уже в восьмой матч. И там, я думаю, совсем непросто. Причем нервы на пределе. Они прекрасно понимают, что их ожидает, если они выиграют. И насколько ничего их не ожидает, если они вдруг проиграют. Слиться на вайлдкарт это очень обидно. Соло сливался уже. Еще раз сливаться, я думаю, никто не хочет. При том, что Вега реально может. И они показали это неоднократно. Ну, по поводу всех вопросов. Зачем? Почему? На фоне официального стрима. Я прошу вас. Не надо. Не надо. Да и так уже состояние не совсем адекватное. Все-таки 10 часов в эфире. Спасибо тем, кто от начала до конца с нами. Ну и продолжаем трансляцию. Сейчас уже будем завершать этим последним матчем. Я думаю, что он будет не менее ярким, чем предыдущий. Если будет за 20 минут сыгран или за 15, я вообще не против. Не против. Пусть размениваются тронами за 15 минут. Отлично. Раньше пойдем поспать. Завтра тяжелейший день. Все расписания можете смотреть на нашем сайте. Все это под каналом трансляции, под окном трансляции на Твиче. Ну и давайте перейдем непосредственно к матчу. Вернемся потом еще в эфир. Чуть попозже уже после сыгранной игры. Подведем итоги сегодняшнего дня. А пока у нас на повестке последний, самый главный матч, по сути всего, вайлдкарда. Особенно для болельщиков СНГ Доты. Топим за Вегу. Гоу. Ну что, по пику. Команда MVP Phoenix забрала себе опять Бристлбека и опять Виспа. Опять это надоедливая дабла, этот Бристлбек от матча и Фиби, который будет играть на Виспе. Они уже столько нервов перетрепали, что страшно даже думать об этом. Поэтому, конечно, команда... Команда Vega Squadron здесь должна будет, ну, напрячься очень даже серьезно и основать. Чтобы опять остановить этих парней и лучше не затягивать в лейту, в лейте. За сплит пушат, за крысят. Ну, все, что надо сделать Виспу и Бристлбеку, все это сделается. В MVP Phoenix уже показали, что можно и хитростью обыграть команду с достаточно серьезным, заряженным Эмбер Спиритом. Так вот, Vega Squadron забрали себе Винтерн Виверн и забрали себе Туска. Я так понимаю, агрессия будет повсеместной и независимо от времени на карте, должны, по идее, пораньше начать гнобить, чтобы не дать Бристлбеку стать супер-пупер Джоном Рэмбо и вести себя так, как будто его вообще невозможно убить и от него пули отлетают. С Лордар от Vega Squadron. Нашли чем успокаивать Бристлбека, хоть как-то понижать тут огромное количество дефа. Ну, или Виспа, например, быстренько разбирать, чтобы не хилил Бристлбека, тоже вещь полезная. Селедка в пике. Если будет Темплар Ассасин, я тоже не удивлюсь, может и такое быть. Темпларка, во-первых, у нас заивейдит кучу порчи, которые Бристлбек в разные стороны разбрасывает. Во-вторых, Темпларка еще и деф понесет Бристлбеку в паре со Слордаром самое оно. Даззл и МВП Феникс забанили, от него избавились. Но здесь есть Винтерн Виверн, не Даззл, конечно, но тоже где-то подсейвить на лоу ХП может. И может сделать это прям без проблем. Шадоу Финд и ВР-кан. От команды Вега Сквадрон. Кстати, ни разу ее на квалах, не на квалах, а на вайлдкарде и не видел. Ни в пике, ни в бане. Винд Рейнджер от Вега Сквадрон. Скорее всего, мидлейн для новона, как я понимаю. Ну, может и такое быть. Шадоу Финд, скорее всего, на мидлейн отправится, будет на нем Кьюу отыгрывать. Марш заберет себе Бристлбека, как и в прошлом матче, и Фиби заберет себе Виспа. Все то же самое, что и было в прошлом матче. Ну, здесь осталось для Кфени выбрать какого-то героя, и для Натса тоже пока что героя не вижу. Что у Веги по опеку, в принципе? Туск может как в сложную отправиться, так и помогать Слардару. Наверное, все-таки Слардар будет вместе с Туском. Я думаю, вы понимаете, Сноубол плюс по голове Краш, и там можно убивать. На ранних левелах вообще без проблем. По идее, связка очень крутая, плюс Вентин Виверн туда же подстопить, подсловить, да и дамаги нанести. У Флейнера нужно все-таки подобрать, глянем, что там и МВП Феникс по этому поводу думают. Кого будут банить, у Флейнера или все-таки кого-то еще. Ну, кстати, если не забанят, если не забанят Дарк Сира, то прошлая игра с Иром плюс Туском показала, что разваливать команду просто двумя сплами можно невероятно. Там Волов Реплика становится грандиозно крутым. Абсолютно. Ну, мне что-то кажется, что Дарк Сира забанят. Да, пожалуйста, МВП Феникс сразу же отправляет Дарк Сира в баню. Ссыкли. Полторы минуты у команды Вега Сквадрон. Если не сыр, то я даже так и не знаю кто. Но Энигма крутой, конечно, но Энигма не зашел. И здесь надо, я думаю, самостоятельный какой-нибудь оффлейнер. Энигма сам вряд ли линию сложную отстоит. Бэтрайдера вообще забыли. Нет такого героя, я смотрю. Это я просто рассуждаю, кто мог бы оставить в покое линию и пойти выфармливать. Может взять действительно Энигму по данному пику с Туском, со всеми ребятами. Врыв-то может такой быть. Взять Энигму да отправить его спокойно лес фармить, а линию вообще в соло оставить кому-нибудь там. Да кому угодно вообще. Под селедку, под Туска, под ВР-ку. ВР-ка, скорее всего, через Мейлстром у нас пойдет. Значит, и молнии будут летать. Да, это, конечно, круто все в теории. Но не знаю, насколько это хорошо на практике. Но нужен кто-то, кто будет собирать всех. Может и Магнус тоже. Без Даггера нормально с Туском врывайся. Или въезжай. Я все хочу этого Магнуса увидеть. Плюс Слардар, плюс ВР-ка. Если пробустить ее на защиту Эмпауэра, дэмэджа-то, в принципе, много будет с агонимом вносить. Причем не просто много, а дофига вообще. И стоит Магнус. Не так-то сложно. Ондайн, кот Вегас-фадрон. Ондайн. Ну и теперь у меня вопросики. Кто куда? Да, Ондайн в Соло отправится линию или нет? Туск. Главный, в принципе, по данному пику претендент на... То, чтобы пойти фармить Соло сложную. Ондайн в таком случае со Слардаром и Виверной должен стоять на легкой линии. ВР-ка отправится в Мидлей. Наиболее оптимальный вариант, как мне кажется. MVP Феникс, Шейкер, Бристалл, Бэк, СФ и Омни Найт. Да чтоб тебя вообще, а? Да, Гвардиан Энджел столько бед нанесет. Ой. Омник для Кфени. Так это еще и фармящий Омни Найт. Это что, шутка какая-то? Это козырь в рукаве? Что вы себе навыдумывали? Кфени забирает себе Омни Найт. А Марш будет играть на Бристалл Бэке. Фэбе будет играть на Ио. Кью О будет на Шадо Финде стоять Мидлейн. А Шейкер с Омником пойдут фармить Линиуш. Да. Как это? Что это вообще такое? Ох, жесткач. Андайн для Мага. Вот так вот. Андайн пойдет в Соло. Туск у нас будет для Сёма Зе Слеера. Сейчас Соло забирает себе Винтерн Виверн. Паша будет играть на Селедке. И на... На-на-на-на-на-на... На ВРке будет отыгрывать... Кто же еще как не... Кто же еще как не Ноуан. Ну все, ребята. Это последний бой. Это последний решающий матч, который сможет определить последнего участника основного этапа Интернешнл. Седек уже прошли вайлдкарты. И Вега Складрон имеют все шансы, чтобы присоединиться к своим китайским оппонентам, которые так плотненько наказали их в самом начале этой битвы за слоты на Интернешнл. На этот раз команда Вега играет за сторону Рейдент. Не самая полезная сторона. Больше, конечно, винрейт у коллектива Вега за сторону Дайер. Да и вообще у всех за сторону Дайер. Как-то получше идет статистика. Хотя, с другой стороны, что им? Вепи сейчас играли за Рейдент. Ничего не помешало это им развалить Вегу. Долго, конечно, мучительно, но справились. Я думаю, у Веги все шансы есть, чтобы отомстить. Ну, глянем. Топ-ру у нас, скорее всего, отправится к Ноуану. Причем без проблем или с проблемами. Кьюо, Феби уже побежали у нас на топ. Видят, Кфени будут наваливать по нему. Можно и забрать его. Кфени цепляют. Валите его. Пусть едет домой. Там в Корее вообще погода великолепная. Нет, Кфени не убивают. Руна в итоге достается. Это Андайнгу и Верк. Забрали обе баунтируны игроки команды Вега. Уже в плюсе на 300. И экспы там чуть-чуть побольше. Ну, неплохо. Хотя бы так. Еще и чуть не забрали, как я понимаю, мейнкерри команды. Кфени удивительно просто. До чего людей может критическая ситуация довести? Омни Найт, который будет у нас фармящим. Увидели у нас Омника. Виверна должна была увидеть. Нет, не увидели. Тут очень аккуратненько за деревом притаился. Омник. Феби отправляется к Омни Найт. Мана будет бесконечно литься. Феби теперь вместе с Омником еще и наваливать. Будет Артик Бёрд пошел от Виверны. Феби должны забирать. Давайте, давайте, давайте. Пусть едет отдыхать Феби. Слишком нагло, как для Веспа. Тоже мне нашелся светящийся шарик. В таверну отправляется у нас Весп. Там Сема Зе Слеер на мидлейне. Кио протаранил Котника. У Нована пауэршот есть. У Нована есть Шейкл. И ФБ забирает команду Вегас Квадрон. Уже начало неплохое. Сема Зе Слеер на мидлейне. Старается напрягать Кио. В принципе, неплохо получается. Айшат пошел в Кио. И Натс недалеко. Натс тоже здесь. На подсейве. В это время Андайинг забирает у нас еще и Веспа. Забирает у нас и Бристлбэка. Вы что? Как? Что? Где? Как? Так, перемотать. Перемотать, посмотреть. Перемотать, посмотреть. Прилетели подраться. Давайте посмотрим, как это все было. Прилетает сюда Феби. Помочь Маршу. Ну и Андайинг. Лоу-ХПшный. Дикий от него. Марш на лоу-ХП. И Феби здесь. И подсейв идет от Андайинга. Ну, жесткач вообще. 3-0. Команда Вегас Квадрон выходит вперед. Что-то начало, я понимаю. Загнали Киопо. Т1 свой на мидлейне. Курьером не знают вообще, как управлять. Сома Зе Слеер. Убей Курьера перед смертью. Убивает Курьера. Умирает сам, но убивает Курьера. Неплохо. Размен вообще неплохой. Круто. Круто, круто, круто. СФ, правда, немножко денег тут насобирал с него. Но, в принципе-то, в плюсе остались игроки команды Вегас Квадрон. Начало игры 2 минуты. Вега 2500 по голде. И по экспириенсу тут, понятно, не так уж много. Еще там разваливается Висп, но это все файт с Рошана. Висп у нас отдался просто, чтобы побыстрее все это было. В принципе, фраг можно и не считать. Хотя Висп что-то потерял. 29 голды. Так себе и надо. Это так столько нервишек, а, потратил в прошлом матче. Терпи теперь. Ну и у Мага 2-0. Счет на данный момент уже, в принципе, левел практически пятый. У Марша здесь четвертый. Только-только получился. Как там Висп? Висп второй. Висп пока что больше на хорм похож, чем на героя. Ну, с другой стороны, его функция основная это сейвить своего тиммейта. Перенаправился на мидлейн. Значит, что освободилось. Еще одно тело. Значит, можно разбираться здесь в Феникс. Кстати, Марш лоу хпшный. Все, Мазес Лейер не должен его здесь отпускать. Под тамбой стоит у нас Марш. Марш догнивает под тамбой. Келлинг Спри. Маг тут просто на опыте пошел валить всех и каждого. Маг красавец. Вообще, 100% красавец. Второй Крипстат на карте. 3 килла. По Нетворсу все, наверное, расчудесно. Сейчас глянем. Да, первое место по Нетворсу у Андайенга. Оставили напоследок Андайенга. Пикнули пятым. Отправили не саппортить никого. Драться под тамбой Андайенг должен сам в соло. И у него это получается просто великолепно. 3 на 0 у Андайенга счет на данный момент. И по Крипам. Да и по Нетворсу первое место. Ну, классно. Ну, классно же. Правда, очень круто. Очень. Я, правда, эмоции уже немножко умерли. Еще часа 4 назад. Но, поверьте мне, я так там внутри себя танцую. По этому поводу. Ну, по Заят Соло здесь на 4-х конечностях. Проблема у Виверны. Стреляли ей. Ну, и уходит Виверна. У Нована. Реген есть. В батле. Я думаю, не поскупится его провязать, если надо будет. Иван дальше. Нован. Через пауэршоты. Просто слить всю ману. Ой-ой-ой. Какой классный Шейкл здесь в Кио. Правда, 6-го левела нету. Нована. Ну, тут прям на скилле вообще. Нован все сделал. Шейкл, пауэршот. Была бы ульта. Наверное, допилил бы Кио. 5-1 счет. На сложный в это время фармит Андайн. У него уже есть 6-й левел. Все, в принципе, по одному. Только Томп Стоун прокачан на 3. То, что, собственно, надо. Паша гоняет здесь к фене. 13 на 2 у к фене. У Паши 29 на 6. Взяли себе на свою голову омни-найта фармить. Как он фармит? Хрен его знает. Ну, классно фармить. На 6-м месте находится по фарму. Я просто представляю, когда такие нелепые мувы, и они не заходят. И потом ты думаешь... Ребята, а не причина ли в том, что мы взяли, ну, как бы, не совсем то? Ну, возможно, 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 но тут очень важный вариант. Хотя хотели рискнуть. Рискнули. Получилось, не получилось. Это уже такое. Это уже... В принципе, совсем другая история. Надо подсейвить хотя бы как-то Туску. У Туска есть сноубол. И все, Туск отсюда улетает. Сома Зе Слеер отправляется вхилиться на фонтан. Сома Зе Слеер живой. В это время стягивается СФ на топ-лейн. Это означает, только одно ВР-ка продолжает фармить. ВР-ка должна превосходить своего тиммейта. По всем вопросам прилетает. Кио понял, что нефиг ладить вообще на топ-лейне. У НОВАН 31 на 6 по крипам. У СФа 24 на 1. И по Нетворцу тоже четвертое место Кио. И второе место НОВАН. Преимущество классное. У команды Вега Сквадрон 3000 по золоту. И 900 чуть-чуть меньше по экспириенсу. Так, Слардар проседает по хп. Почему это вдруг? Это потому, что кто-то пьюрификейшн провязал на крипов. Какие хитрые штуки знает на самом деле Кфени. Врыв пошел у нас от Сома Зе Слеера. Ну, куда ты в соло против СФа? Против Виспа? Зачем? Вообще непонятно. А Вендрани пытается свалить отсюда ВР-ка. Надо делать ТП-аут. Мне кажется, да, так и делает ВР-ка. Ну, не отпускает. Ее подфидели, так подфидели. Хрен знает что. Классика. Давайте будем выигрывать-выигрывать, чтобы потом больше от наших смертей досталось. Ну, это просто жесть какая-то. Мне тошнит на самом деле от таких мувов. Это просто как-то странно. Взять и зайти на хайграунд. Отдаться одному. Отдаться второму. Поиграли в игрушки. Потеряли кучу денег, кучу экспириенса. Потеряли все преимущества, которые набивали так долго. Все эти крутые мувы отправляются просто никуда. Коту под хвост. Чеширскому. У Паши есть Ринг оф Хеллс, есть Таутшилд, есть ПТ. Будет собираться Вангвард Свардар. Потом уже, я думаю, мы увидим Даггер. А во что там у нас Омник собирается? Омник у нас вообще непонятно во что собирается. Есть Аркан Буцы. Ну, в принципе, на Перификейшн надеется Омник. Репел есть. Перификейшн есть. Аура замедления в один прокачена. И опять у нас Сёма Зе Слеер пошел поиграться с судьбой. Как-то не очень сразу получилось. Вот второй раз точно получится. Жесть, надо валить отсюда Сема Зе Слееру. Под стопил Айшардом Марша. Ну и Марш что такое? Застрял. Сема Зе Слеер готов еще вернуться. Он еще хочет поговорить. 0-2, кстати. Из трех фрагов два сделали на Тулске. Семен, успокойся. Семен, успокойся. У него... У Лондаринга, кстати, есть хедресс. Деньги на Баклер тоже имеются. Ну и до Мекки остается не так много. Тулск внизу. Готов рываться в Марша. Ну, наверное, самоубийство. Потому что Фэйби недалеко. С Деварнигом занимается. Фэйби видят. И Фэйби прилетел к Маршу просто отсюда валить. Как там с Пашей дела обстоят? Паша фармит 57 на 12. Для него у Омника 25 на 2. Паша явно здесь опережает своего оппонента. Омни Найт летит в это время вниз. Фэйби лоу хпшный. Можно его и бить. Старается сделать и паут ту. Спловит у нас фиссуру. Сема за слэр. Продолжение фида. У него это хорошо получается. Сема отправляется в таверну. Тут даже маг не мог спасти своего тиммейта. Если есть желание умирать, ну... Как спасти человека? 5-4 счет. И... Вега что ли сливается? Или нет? Непонятно. Даже с этим провальным Омником, ну, с виду провальным, ничего, Вега умудряется подарить шанс коллективу MVP. Не прошел Шейкл. Пытались подстопить здесь Маршем. Марш у нас под Amplified Damage уже. Можно бить его. Можно и даже нужно. Пока что в Эрге нет Аганима. Есть Фазы. Есть Нул Талисман. Не знаю, что будет для Нулана. Возможно, Даггер будет первым артефактом серьезным. Возможно, все-таки Мейлстром или Агани. Кио пытается поймать. Кио два Кайла точных дает. Еще и дальний по Нулану. Ну и Винтерн Виверна стреливает по Кио. Кио, колден рейс на себя. Под пауэршотом Кио. Но Фисуру главное здесь не поймать. Снова пошел в Кио. Достали все-таки до него. Пауэршот ему под ноги. 140 хп. Пауэршотом достали до Кио. Кио развалился. Паша в никуда отправляет. У нас краш. Не получилось. Но в итоге Верка живая. Правда, разменяли Верку на Виверну. Соло в таверну. Но в таверну и мидер команды MVP. Это безусловный плюс. 550... 565 по голде. Вегас Фадрон и 480 по экспириенсу. Классный. Последний пауэршот от Ноуана. Не зря взял героя. По золоту Вега 2000. По экспириенсу 1000 с копейками. Тоже для российского коллектива. Продолжение следует... Ну и все, Мазеслеер встал на мидлейн Я так понимаю, все для Валерус Панча затейно Будет с ним разбираться Пока что команда Вега Надо действительно 6 левел получить Туску, потому что он выпадает немного из общего файта В инвизе здесь Кио Кио есть, Реквеймо в Сол, поймали Пашу под ноги Реквеймо в Сол, пошел краш Ну и наверное Даггер немножко откладывается, да, от Паши Скорее всего будут пытаться его забрать Это траудивает Паша Паша отсюда не уходит Теряет деньги 300 голды подарил своим оппонентам Даггер пока что откладывается 9 левела Слардар слился и Немного, конечно, подарил своим оппонентам Но факт остается фактом Так бы уже Даггер был у селедки Хотя немного, в принципе, и остается Слардар 250 монет Где-то, я думаю, минута-две И Даггер появится Мека появляется тем временем у Мага Маг пошел на подсвет собственного Таура Томс Том пока что не ставит Мека есть, Аркан Боцы есть Наверное, и на Гвардиан Грифс Позарится Андаинг Кио на СФ ничего себе не собирает 2300 у него есть Пока ничего не купил Неужели это будет Даггер? Удивительно, если вдруг так будет Меку собирать, я так смотрю, ей особенно некому Может и Мека в один клик будет у Кио Какой тоже может быть Кио в это время забирает Тауэр по нижнему лайну Мешать ему вряд ли кто-то будет И вряд ли кто-то сможет А в это время Андаинг вместе с Селедкой Подходит на топы И немножко совсем осталось у Таура Марш под Амплифай дэмэджем Его еще попробуют зацепить Попробуют побей Так, он уже жирноват на данный момент Мека есть, Виталити Бустер есть Что там СФ? 2900 на руках у СФ Деньги не тратит Дезолятор как соберет случайно себе Резко так Посмотрим на эту игру Шейкл прошел у нас в марше У Нована до сих пор нет ульта Сноубол пошел в марше Валрус панч есть Да не может достать что ли Или как Уносит Феби в марше Это прям классическая схема прошлого матча Подойдите, помогите Паше Нет, Паша отсюда уходит Пашу отсюда, наверное, вся команда уходит Типа ну его нафиг Должны забрать Т1 Тамбу, правда, потеряли Тамбул забрал Бристлбэк Еще один подарочек для Бриста Видят здесь Кио Кио под Амплифай дэмэджем Баш не проходит А очень жаль На самом деле Ухиливают здесь Кио Айс Шарт на него Ну, главное не врываться Тут, правда, трешак был бы Врываться сейчас На те позиции Когда с хайграунда МВП нападает Там без вижена Команда Вега просто просклеилась Ну и, пожалуйста, они выигрывали 3000 по голде На четвертой минуте А вот на пятнадцатой минуте Уже в ноль скатились По экспириенсу выигрывали 1600 Теперь 1600 проигрывают Кайф Просто великолепно Это так Как я реализовал Своё преимущество Сочинение Команды Вега Сквадрон В это время Верка Подпушивает Тауэр По нижнему лайну А здесь на Т2 Отправляется команда МВП И МВП так Надежно взялись за дело Ходника врывается Что у меня есть подозрение Что команда Вега Сквадрон Просто Пассивностью Может и Отправить себя Элементарно Домой Фиссура От наца Успокоил сразу Всю команду Сёма 14 крипов По Нетворцу Первое место 8000 для Кио Хотя не так давно Вот эта тройка Маг Плюс Паша Плюс Ноуан Возглавляли вообще Хит парад Наиболее расфармленных героев Теперь совсем всё по-другому стало Второе место Марш Первое место Кио СР свои позиции занят Так на Кио у нас Ульта пошла от Виверны Кио под репелом Разультился Паша лоу кпшный Гвардиан Энджелу Вот Омни Найта Вот зачем его пикали Дальше За Сёмой Зе Слеером Сёму отсюда не отпускают Сёма в таверну И в таверну Паша И могут ещё и Андайн Готис разводить Ноуан без маны Винтерн Риверн без маны Ну и уходят все отсюда Надо реально бежать отсюда Делать здесь просто нечего Файт очень неудачный Для команды Вега Сквадрон Потеряли двоих И один из них Майн Керри Не хочу я видеть В основной стадии Интернешнл А две корейские команды С практически Одинаковым названием Открываем Второй корейancia Открываем Тчи была Онилючит Ноуан Открываем Открываем Конно- Отдавая У Паши, не знаю, кстати, будет ли Ring of Hell превращаться в Vanguard, пока вообще непонятно, потому что Stout Shield, например, у Слардара нет. Неизвестно, предвидится или нет, но по-другому, в общем-то, и не во что это все превращать, разве что в Code of Defense. Это было бы странно, хотя почему странно, может и не странно. Может и вполне нормально. Паша бежит здесь на Марша, но это же не просто с Маршем драться. Террифайд дэмэдж, по спине начинает бить Марша, еще и Тавр в Пашу, Паша доигрался. Трудно, на спринте должен уйти, хотя не факт, еще и под ноги себе топает, Паша пытается отсюда уйти. Легкие закончились, надо просто делать блинкаут и валить отсюда. Все, вытащил на себя двоих героев, уходите. Как там Верка? Верки появляется уже, Point Booster, есть Таффу Физверд и есть Огр Клап, Верки чуть-чуть совсем до появления Аганима. Последний крип, дайте убить. Все, у Нувана есть Аганим. Готов осталось только принести, там еще и захвати себе свиток портала. Да, так и есть, Нуван тащит себе свиток, прям как я, прям как профи. MVP уже 3,5 тысячи золота и 5 тысяч экспириенс. Умеет ли камбетчить с СНГ команды? Мне кажется, не очень. Умеет ли сливать катки, которые, в общем-то, непонятно, как камбетчить, умеют? Может, пора уже как-то эту тенденцию поменять? Пока что, только более разочарование графики эти дарят. Ну и Тауэр, по идее, должен упасть. Сильно, конечно, дамажит, но дамажит. Да, Тауэр, скорее всего, сольется и Нуван забирает вышку. А в это время Т2 внизу уже начинает падать от команды Вега-Сквадрон, ВР-ка. Лететь, не лететь, непонятно. Пошла Боттл пополнять себе. Лоу-ХП здесь у Тауэра. ВР возвращается на лайн, будет дальше пушить или как это вообще называется? Отправляют Тауэр, забирают, точнее, Тауэр игроки команды MVP. Но Уан непонятно, куда ему лететь. Там еще и Слардар улетел с топа. Тауэр отправился на нижний лайн, на мид лейн, точнее. Какие-то непонятные мувы, просто растерянность и... И печаль. 4 тысячи голды преимущество команды MVP Phoenix. Не особенно страшно, конечно, на 22-й минуте. Я так, что героев, которые камбэчили, не совсем понимаю. ВР-кар хороший, конечно, ДД-шник. Пес его знает. Слардар тоже хороший ДД-шник. Слардаром можно и раскайтить. Да и тот же Омни Найт, который благодаря Гвардиан Энджелу в никуда отправляет весь дэмэдж от селедки. Это печальная история. Комна Брейс прячет себе Винтерн-Вивер, старается запилить и запиливает. Омни Найт забирает этот фраг, еще становится 6-9. В это время у нас Натс против Паши сражается, ну и Паши лучше бы бежать. Паши, 900 голды на руках. Митрил Хаммер есть. Скорее всего, это БКБ, я думаю, для Слардара. Ну, здесь, опять же, здесь Шейкер со всем, что в нем есть. Здесь тут же Омни Найт, здесь ССФ, в конце концов, который с ульты неплохо так дамажит. Ну, Кио на первом месте по фарму. 11700 для него и 10200 для марша. Переобретает себе Бродсворд и Блейдс оф Атак, уже ВР-ка. Готовится к появлению Кристаллица. Байтит на себя Андайн. В это время в спину или даже в бок заходит команда МВП. Можно врываться, Селедка должна первая идти, врываться. Под Артикдорном на Феби. Ульта пошла на Феби и марш просто разрывает своего же тиммейта. Благодаря ульте Винтерд Виверт, комба рабочая. Томс Тонн в это время разбивают. Уже даблкил от Ноуана. И дальше Виверна против Киоа. Виверт под колл-эмбрейсом. Пока что минус 2 делает команда Вега-Сквадрон. Где же ты, Паша? А Паша не может ворваться. Паша лоу ХП. Паши некому подхилить. Андайн уже в никуда. И что такое? Верка просто уходит. И Селедка просто уходит. Они не дерутся. Они отдают Тауэр своим оппонентам. И не дают возможности... Не зря хотя бы умереть своим тиммейтам. Жалко, что смотрелось все это. Врыв пошел на Киоа. Кио с Репелом. И все, Верка теперь... Да нет, Фокус Файр все равно работает, конечно. Он да нацелится на Киоа. До него еще надо бы дойти. Шейклы так, между прочим, совсем от команды Вега-Сквадрон. Шейклы не все удачные. Больше даже неудачных, чем удачные. Шейклы не все удачные. Так, Вареб пошел у нас от вес Па. В принципе, Кфени быстренько разобрали. Он не найт у нас отсутствует уже в этом файте. Но и отдельно отсутствует. Бейби Лог и Пштет. Какойбизабил Марш? Тут 2-2. Размен. Естественно, это в пользу команды Вега-Сквадрон. Под Амплифай дэмэджем можно и марш. Побить нац. Виссура и закрывает Ноуана. Ноуану бежать отсюда надо. Винран и просто валить. 2-2 подрались. Плюс, конечно, для Веги должен быть. Они проигрывали по голде достаточно серьезно. Ну где же, где-то файт рекап. Да, 1280 выигрывает Вега-Сквадрон в этом файте по голде. И 2600 по экспириенсу. Кримзон Гвард, Плейт Мэйл. Сейчас еще и Хипперстоун, наверное, появится у Марча. Да, так и есть. Хипперстоун приобретает себе и немножко совсем остается до Кираса. У Преста все будет великолепно. По вопросам дефа, даже Амплифай дэмэдж не сильно будет коробить Бристал Дэм. До этого не очень сильно пробиваемый был Аскераса. И вообще страх какой-то. У Слардара уже есть БКБшка. Еще ни разу не юзаная. Паша встречает здесь Марча. Амплифай дэмэджи и убегать. Убегать забрал себе руну. Марш поджег. Но если вдруг придется драться, не придется. Пусть просто стоит без дефа. Его личное дело. И кстати, дефа-то все равно положительные показатели у Марша. Сняли сколько Амплифай дэмэджа? 15. А у самого при этом 18 дефа есть. 13, 18. Вот и никакого Амплифай дэмэджа. Бристал Дэмэдж теперь. Целенький. У него теперь защиты просто миллион. Марша увидели. Ну можно с ним драться. Томсон на хайграунде. Фебби, уйти в него. Уйти в него. Пусть Фебби умирает. Фебби от Евро отъезжает в совет. На Марша. Паша под БКБ. Забрали Марша. Нет, не забрали. Еще не забрали. Кримзангард провязал он. Но лан. Лох-эпешный Марш. Да как же ты живешь. Как так долго ты умудряешься жить. Марш продолжает у нас хилиться. Под репелом. Под хилом от Веспа. Стоемник здесь преуспел. В итоге МВП Феникс. Никого не теряют. Скорее всего забирают Андаин. Как я понимаю. И по-моему тут. Наверное все. Непонятно чем пробивать Бристлбека. Команда Вегас Квадрон. К сожалению такого ДДшника не имеет. Неясно просто кем бить. Слардар не вносит того количества демеджа. Которое надо. Команде Вегас Квадрон. Чем-то ему помочь. Тоже не вариант. Виндрейнджер просто стоит и терпит. Ну и копейки остаются маршу до появления Кирасы. После появления Кирасы совсем другие будут дела. И вся команда пробуждена будет нормальной. И Гвардар Нейнджер. И юрификейшн от Феникс. 16-11. МВП Феникс ведут 7500 по голде и 6000 по экспириенс. Других вариантов драться не будет. Паша. Собирайся. Готовься. Андаин. Через секунду одну появится. Томбстон у него есть. Забрали Т3 игроки команды МВП Феникс. Мид будет потерян. Ну Паша надо для этого, для начала файта ворваться немножко поплотнее. На Кио пошел врыв. Айшарт никуда. Поймали Марша. Подбрасывают его. Где Сёма Зе Слеер? Где? Томбстон поставили. Томбстон развалился. Макс скорее всего отправится в таверну. Кио наваливает по нему. А где в это время Паша? Я не уж понимаю. Паша у нас просто огребает от Кио. Это же анстаповый для СФ. Боевой СФ. Посмотрите, что у него. Сэнджин Яша у него, у него Айл. Скади у него демонедж. Просто расковыряли всю команду Вега-Сквадром. Мидлейн скорее всего будет потерян. Я думаю, Колтенбрейс на Винтер-Ливер. Фьо, полетела ульта. Виверна отъезжает в таверну. Нет, Лиммер-Кейп от Винтер-Ливер. На развороте команда Вега-Сквадром. Байбекнулся здесь Туск. Не байбекался Слардару. Он не умирал. Это, конечно, очень хорошо. Но на Мидлейне потеряли милишный барак. По сути, Мидлейн можно считать снесенным. И Марш уже готова кераса. У него 1600 еще и по голде сверху. На всякий случай, чтобы был вариант байбекнуться Даггер, появляется у Омника. Но Омник здесь просто супер-пупер помощник. У него есть Герификейшн, который кого-то подхилит. У него есть Владмир, который нормально дэмэджа плюс вампирик дает всем. В принципе, теперь Умни Найт более-менее понятен в этой игре. Да и не сливается. Омник 2.1.5 и Репел нон-стоп. Ну, круто. В общем-то, круто. У СФ уже готов. Манки Кинг Бар есть также. Сен-Жин Яши есть. А в Скаде? Ну, это слишком до хрена на 30-й минуте. Очень много, по-моему, всего. А ну-ка. 666 ГПМ у чувака. Что можно обсуждать? Просто черная магия чисел. Еще и талисманов эвейджен у СФа. Вообще непонятно, почему пробивать им. КБшки здесь ни у кого нет. И факт, что будет. Ну, вот Дэмон Эдж перебитает Верка. Но это, скорее всего, в Дэйдалос, а не в МКБ. Хотя Нуану стоит задуматься. Потому что СФ пока сливать просто нечем. Нижний Лай начинает цикраться. Где Шейкла от Нуана? Пройдут, не пройдут. Где они? Пусть хотя бы попробуются пройти. Та пошла в Кио. На Кио Сноуболт пошел. Все, мы же Слеера. Все, сразу Бардиан Энджел. Коллектива MVP. Топнул там на кого-то. Шейкер. Нация развалили. Под Амплифай демиджем-то было несложно. Пока что один в один файт идет. Марш вместе Фэби. Прилетает сюда Паша. Паша разваливает. Вис Паулт. Та пошла от Кио. Ноуана забирают. Размен 2 в 2. Еще и по Андайангу. Андайанг лоу-хпшный. Андайанг отъезжает. Ну и гадлайк для Кио. Нижний лайн падает. Селедка здесь бесполезная. Мидлейн тоже, скорее всего, заберут игроки команды. Лики Марш может себе позволить. У него хп достаточно. Убегет деф от Офигена. Талисман оф Эвэйжен здесь. Талисман оф Эвэйжен здесь. Бить просто-напросто нечем. Пошли на топ-лейн. 33 минуты. Ну и падает третья сторона команды Вега-сквадрон. Ничего не скажешь. И отдефать, в принципе, то и нечем. Паша вырывается у нас на Кио. Стараемся Кио развалить. Пока что камбэк еще реал. Ну и здесь Кио просто стоит и пилит Тауэр. Третья сторона падает. Это мега-крепы. Команда MVP. Все, ошиблись. Проиграли. Слились. До свидания. Команда Вега-сквадрон не проходит в официальную часть. Не проходит в групповой этап. В итоге поздравляем организацию MVP. У них MVP Phoenix, MVP HotSix. Все находятся в основной стадии. И жалко, конечно, Вега-сквадрон могли себе позволить, на самом деле, пройти. Ну, оказались слабее. Тут уже не дать не взять. Туск 0.7. Слардар 3.2. 3.5. 3.3. 4.4. В общем-то, неплохо. Ну, немножко якорный Туск вышел. Может, где-то меньше надо было эфирить. Но это уже, в принципе, потом можно разбирать. Здесь 1.8. Идет Висп. И ничего. И можно выигрывать. SF 13.1. Отыграл. Кио просто великолепно. Я считаю 758 ГПМ. Ну, круто. Круто. Прям совсем круто. Ну, что, друзья. Переключаемся на студию. Это уже так. Это последние полторы минутки. Что сегодня, собственно, было. Сегодня у нас Wild Card был доигран до конца. Команда Vega Squadron, к сожалению, огромному не прошла. Мы сегодня наблюдали матчи только этого коллектива. Следили за его работой. За его вообще возможностями на этом турнире. Оказалось, что не по зубам ему корейцы. И не по зубам китайцы. Вот так вот. Азиатская Dota на Wild Card оказалась сильнее. Американцы слетели. И российский коллектив тоже слетел. Уже завтра начинается у нас основная часть. Основной этап групповой. И сейчас освещу вам тот там с кем играет. А нави играют против клаудов. Это будет... Нет, начнем не с нави. Начнем с фнатика. Фнатики играют против секретов в 19.00. Это Team Malazia, бывшая фнатики. Нави играют против клаудов в 21.00. Дальше у нас, если не ошибаюсь, по расписанию Virtus.pro, которые будут играть против коллектива Newbie. Если бы вышли Vega, мы посмотрели, как нави играет с Vega. Ну, там нави будет играть против... Против кого? Кто тут вышел? MVP, да. Которые вышли, уже надоело на них смотреть. Короче говоря, секреты против фнатиков. Потом нави против клаудов в 21.00. В 23.00. В ВП будут играть против Newbie. Посмотрим на группу команды Empire. И уже в час ночи начинаются игры команды Empire. Empire играет против Vichy Gaming изначально. Одного из фаворитов этого турнира. И в 3 часа. 0-0 по Киеву, по Москве. Empire будет играть против команды Yo-Ho. Собственно, закрывать игровой день. Будет 5 матчей Best of 5. По сути, 10... Best of 5. 5 матчей Best of 2. 5 матчей Best of 5. Я бы с ума сошел. Это будет 5 матчей Best of 2. Ну и мы с вами увидимся. 10 часов это минимум в эфире. Сейчас я 11 уже досиживаю. Ничего. Жить можно. Все, друзья. Не забывайте перед выходом подписываться на наш канал. Заходите в группу ВКонтакте. Везде, 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 везде. Ну и не забудьте, не забудьте, не забудьте заглянуть к нам на ребродкаст, если вдруг пропустили. Начиная с сейчас, где-то там в течение некоторого времени, запустим ребродкаст. Все матчи, которые транслировались на нашем канале, будут еще раз крутиться на нашем канале. Вдруг, если что пропустили, зовите друзей, рекомендуйте. Все. Первый день окончен. Всем огромное спасибо. Счастливо. До свидания. Приятно было с вами работать. Начали мы с огромного количества. Закончили небольшим, но самыми преданными. Все. Огромное респектуле отлетело. Пол шестого утра. Счастливо. Счастливо.